Девушки отдыхают Для Василия Петровича жена настоящая отдушина. Она помогает забыть обо всем, что пришлось пережить до встречи с ней. Будучи 12-летним мальчишкой, маленький Вася встретил войну. Когда голос Левитана прочеканило наступление немецкого врага, он уже работал на заводе. Меня, значит, на завод взяли, так не принимали, привезли там как-то из детдома моих ровесников, ребят, 15 или 16 человек. И вот организовали заводе группу, и вот тогда меня только к ним присоединили, а так я не мог. Ну, он не совершенно летний. Работы было так много, вспоминает Василий Петрович, что на войну мальчишки не обращали внимания. Было попросту некогда. Что требовали от нас, мы все отдавали, даже по два, по три дня, по три суток домой нас не выпускали. Самолеты делали тогда, деревянные были. Отец Василия Петровича сразу ушел на фронт, а он остался вдвоем с матерью. Тяжелые дни до сих пор вспоминает со слезами на глазах. Очень голодно было и холодно. Почему? Вот меня мама, значит, попросила, чтобы меня взяли, чтобы карточка хлебная была 700 грамм, а не 400. Большую поддержку, вспоминает Василий Петрович, тогда ему и ребятам с завода отдавал начальник Иван Копченков. Я его, наверное, еще сколько жил, сколько не забыл. Нас поддерживал всегда. Ребят, русские издаются, победим. И победили. Конец Великой Отечественной Василий Грибов встретил 15-летним юношей. Говорит, тогда, в 45-м, он и его сверстники будто знали, что враг отступит. Не может быть, все равно мы победим. Не было такого, сколько было воин. Не мы же наслали, а они к нам пристали. И все такое. Как-то были уверены в этом. Товарищей, с которыми юный Вася переживал годы войны, у него почти не осталось. В живых только трое. Когда Василию Петровичу рассказали о проекте «Виртуальный музей», он обрадовался. Говорит, штука полезная. Важно, чтобы о страшных годах войны люди могли узнать из уст тех, кто встретился с ней лицом к лицу. Проект ведут члены Общественного совета «Химки. Интересно жить». Один из них – Валерий Королев, директор Дома культуры Родина. Посетить «Виртуальный музей» можно, перейдя на сайт himkipobeda.ru. Каждый день на платформе появляются новые фото, документы и свидетельства тех, кто пережил страшные годы Великой Отечественной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова